Встреча с Вестником Кавказа Соскучились все по российскому футболу И он предстал во всей красе И в весенний футбол И вот из того, что мне удалось посмотреть самому Футбол, как я и ожидал Не такого высокого качества, как хотелось бы, конечно, после этой зимней паузы Кое-где и поля, конечно, подводят Но не все так ужасно, как могло бы быть И уж чего-чего, а борьбы, интересных интриг И непредсказуемых результатов, в общем, достаточно Ну, давайте о главных итогах Главный итог, безусловно, 20-го тура Это то, что лидер первенства Клуб, который занимает первую строчку в турнирной таблице Армейцы Москвы Одержали победу на выезде Армейцы играли с крыльями советов из Самары И, в общем, без проблем обыграли своего соперника со счетом 2-0 На классе они это сделали И, несмотря на то, что многое в атаке не получалось Ну, выручают армейцев, как всегда, великолепно поставленные стандарты И со штрафного могли отличиться они Ну, и забили первый гол со штрафного Потом удалась им контратака Классическая такая армейская, быстрая И где Вагнер Лав отдал в одно касание передачу на Мусу Который здорово воспользовался этой передачей И открыл, и забил второй мяч в этом матче 2-0 победа ЦСКА И они отрываются от Анжи и Зенита От своих главных преследователей Которые шли на втором и третьем месте И Анжи, и Зенит потерпели поражение Причем махачкалинцы, наверное, преподнесли главную сенсацию Этого тура, проиграв на выезде аутсайдеру Мордовии Со счетом 2-0 Какой-то, в общем, у махачкалинцев весенний авитаминоз явно Несмотря на то, что команда успела уже поиграть в Европе В Лиге Европы Причем поиграть здорово, довольно выступая И вот так вот проиграть Мордовии без шансов Конечно, мало кто мог предположить И надо сказать, что очень не вовремя команда это сделала Отпустила она теперь ЦСКА на 5 очков И учитывая, что впереди всего 10 туров До окончания чемпионата Эти очки, которые сейчас 3 очка Которые были потеряны Могут махачкалинцам стоить очень дорого Проиграл и Зенит И вообще здесь складывается ощущение Что у питерцев грядут непростые времена В том смысле, что, скорее всего, главный тренер Лучьянов Спалетти, который здорово работал все это время с командой И сделал из нее очень хорошую, боеспособную Флагман, безусловно, российского футбола Последних лет Питерский Зенит Очень неудачно выступил в прошлом матче Лиги Европы Но мы об этом поговорим во второй части нашей программы И вот сейчас проиграл Рубину Причем проиграл команде, которая тоже потендует То есть прямому конкуренту, можно сказать Рубин тоже подтягивается к группе преследователей Сейчас между ЦСКА и Зенитом уже разница 8 очков Очень приличный разрыв Подтянулся московский Спартак Подтянулась Кубань Подтянулся тот же Рубин Кстати, где московская Динамо вылезает из своей функциональной этой ямы И там психологической, которая была Кстати, московская Динамо обыграла московский Локомотив Со счетом 1-0 Ну вот Локомотив, железнодорожники Просто команда, которая, наверное, одна из самых неудачливых в этом чемпионате При том, что Локомотив показывает очень неплохую игру в целом И клуб в очень многих встречах, где играл лучше соперника, проигрывает Ну, либо играет в ничью Так и с Динамо случилось Локомотив явно заслуживал большего, нежели поражение со счетом 1-0 Но факт остается фактом Проиграли Если говорить о том, какой матч мне больше всего понравился из тех, которые я увидел Да и, наверное, если бы я увидел остальные, мне бы все равно этот матч больше понравился То, конечно, это был московский Спартак против Терека Дело не в том, что спартаковцы победили со счетом 3-1 Победили это красиво, легко Но вообще, футбол, который показали москвичи, московский Спартак Он такой вот по-хорошему весенний Очень свежий, изголодавшийся по футболу Люди вышли на поле, получали удовольствие от игры Получали удовольствие от того, что многое на поле получается И, ну, конечно, надо сказать, что все три мяча, которые были забиты в ворота Терека Провел один футболист, причем это новичок Юрий Мавсисян Игрок сборной Армении Ну, те люди, которые вдруг открыли для себя этого футболиста Неожиданные вот эти, в основном, болельщики Некоторые специалисты Я не знаю, то ли они вообще не следят за футболом При том, что сборная Армении играла в отборочной группе со сборной России И могли видеть многие игры по российскому телевидению сборной Армении И Мавсисян показывал очень хороший футбол К тому же, он давно уже играет в чемпионате России И играл здорово в Краснодаре Поэтому, ну, те люди, которые более-менее регулярно следят за футболом Хоть как-то, они знали, что Мавсисян очень прилично футболист С другой стороны, мне пока непонятны, конечно, вот те восторги такие Что о том, что Спартак, наконец, приобрел забивного форварда Который вот теперь будет в каждой игре забивать три больше мячей Да нет, конечно Я думаю, что Юрию еще придется вписываться в коллектив В московский Спартак Конечно, хорошо, когда ты начинаешь вот так с трех трик С трех забитых мячей С хорошего настроения И так далее Конечно, это, безусловно, там, какое-то там 15-20% дела уже сделано Но вот еще 80 или 75 предстоит сделать И вообще, московский Спартак очень сложный клуб Сложный по внутренним взаимоотношениям По отношениям болельщиков и игроков Это особенный клуб И, конечно, просто один раз выстрелив и сыграв хорошо Трудно сразу стать своим И однозначно, там, проводить все матчи на высоком уровне Безусловно, я желаю Юрию Мавсисяну удачи в новом клубе Очень хорошее начало Но те, кто уже заранее причислили к его, там, главным бомбардирам и так далее И что он уже все свой в Спартаке Мне кажется, чуть-чуть спешат Посмотрим, поживем, увидим Как все будет развиваться для Юрия Мавсисяна Но первый шаг, конечно, очень хороший Хороший, здоровый И вообще, московский Спартак очень понравился Я еще раз повторюсь Очень свежая, такая задорная По-настоящему такая молодческая игра получилась Молодцеватая у спартаковских футболистов Приятно было смотреть на этот футбол Не мучились игроки, как это очень часто бывает в нашем футболе на поле А получали удовольствие Ну вот, наверное, все о том, что главное было в этом туре Очень интересно, как будут развиваться дальше события Очень обостряется борьба за серебряные, бронзовые медали чемпионата Будет ли вот серьезная борьба за золотые Вот это, наверное, покажут уже буквально следующие туры Если ЦСКА сумеет оторваться еще на 2-3 очка То достать их будет очень тяжело Уж очень показывают они добротную такую классную игру Армейцы остаются в нашем футболе Несмотря на то, что флагманом был Зенит Но стабильным самым клубом Последних десятилетий даже уже можно сказать На протяжении вот этого времени Это, конечно, ЦСКА Не без провалов, не без проблем Но армейцы все время держат марку И все время нацелены на результат Поэтому посмотрим, сумеют ли кто-то из преследователей Сейчас вот встрепенуться и устроить гонку за армейцами В следующей части нашей программы поговорим о делах международных Как российских клубов в Лиге Европы Где не все сам хорошо, так как хотелось бы Ну, так же и о Лиге Чемпионов вкратце тоже упомяну Субтитры создавал DimaTorzok